Друзья, всем привет! Как и было обещано, записываю вам адаптив вот этого лендосика, который мы с вами трудились, трудились и сверстали. И, в принципе, после этого видоса вы поймете, что адаптив это не какая-то магия 10 уровня, а в принципе пошаговое действие, вот и все. Значит, любой адаптив начинается с очень важного метатега, который называется Viewport. В нем обязательно должны быть прописаны вот такие вот атрибуты, как контент, что здесь написано ширина равна ширине девайса. То есть, когда у меня это все открытое на мониторе 1920, то, соответственно, и ширина всего контента 1920, всей всей части. Когда она будет открыта у меня, например, на планшете с шириной экрана 868, то значит ширина сайта будет 768. Этот параметр очень важен, потому что в зависимости, какая ширина сайта, должны применяться определенные CSS стили, которые будут распределять должным образом наши элементы. Раньше, в древние века, здесь могло быть написано, например, контент равно 1000. И это означает, что сайт, вот он всегда в ширину 1000 по x, и хоть ты его открывай на мобильном телефоне, хоть ты его открывай на каком-то гигантском мониторе, там всегда будет 1000. Потому что раньше там все мониторы были квадратные, даже кубические, и там, в принципе, над этим особо никто не заморачивался. А сейчас мы постоянно, значит, смотрим сайты в смартфонах, поэтому нужно уделить этому должное внимание. Короче, вот эта строчка должна быть обязательной, эта строчка идет в нашей сборке. Она, в принципе, пишется по умолчанию Visual Studio Code, поэтому не стоит сильно здесь заморачиваться. Но главное знать, что если ее нет, то кина не будет. Окей, вторая часть начинается у нас в файле CSS. У нас есть файл style.css, и мы сейчас едем с вами в самом-самый низ, где мы закончили, и тут напишем сейчас. Дело в том, чтобы сделать сайт адаптированным, ну давайте посмотрим. То есть я нажимаю «Просмотреть код», видите, «Просмотреть код». И вот здесь есть вот такой вот телефончик, кликаю на него, у меня сразу вот здесь вот «Респонсив». И в данном случае у меня отображается сайдец шириной 1350. То есть я вижу, что в 1920, ну не важно, 1920 у меня монитор, там все классно, имеется в виду первый экран. Я его вот так вот сужаю и вижу, как он будет смотреться, данный наш сайт, у ребят, например, с монитором 1366. Вот, мы тут можем прям прописать 1366. Он будет вот так вот смотреться. Если вообще идти прям четко, то там, по-моему, идет, значит, смотрите, есть скролл, да? Тут он сейчас маленький, но в принципе скролл вот такой вот большой. Этот скролл занимает 14px. Поэтому 1366 минус 14, это у нас уже 1352. Вот. И высота тоже может быть разная. Обычно тут у нас же шмион нашего браузера занимает какое-то пространство. И там монитор получается 768. Приблизительно это где-то 640. То есть у ребят где-то вот так это все смотрится. Это сейчас не столь важно, просто для некого понимания. Короче, в таком ключе все у нас нормально. Но когда мы уменьшаем, уменьшаем, в какой-то момент мы видим, что, видите, тут уже кто-то на кого-то налез. Дальше мы будем уменьшать. Тут вообще происходит непонятно что. То есть некая чертовщина. И нам нужно, чтобы порешать с этим всем мракобесием, нам нужно задать определенные CSS стили. Но если мы зададим CSS стили, то они в принципе будут изменять наш сайт, когда он адекватный, когда он в десктопе. Поэтому есть специальные запросы, которые называются медиазапросы. Вот так вот они записываются. Собачка медиа. И можно в скобочках написать max.with. Так, двоеточие. И написать, например, сейчас в качестве просто примера пишу 1000 по x. И потом открыть фигурные скобки. Все CSS свойства, которые я буду писать вот здесь, они будут работать только на мониторах, которые меньше, чем 1000 по x. Например, я сейчас напишу body и полностью его выключу. Напишу display none. Обновилась у меня страничка. И смотрите, как только у меня монитор будет становиться меньше, чем 1000. То есть смотрите, сейчас 1062. Меньше, чем 1000. Все. У нас весь сайт display none. Мы его полностью отключили. Потому что применяется вот этот вот запрос для body display none. То есть вот эта вот запись означает, что те стили, которые я пишу вот сюда, они будут работать на всех мониторах, которые меньше, чем 1000 по x. Очень важный момент. Медиа запрос всегда должен писаться ниже, чем тот селектор, к которому мы обращаемся. То есть, грубо говоря, если я ниже напишу body display block, то мой медиа запрос работать не будет. А если я вот это вот возьму и перенесу под body, то есть имеется в виду, здесь я обращаюсь к body и вот здесь к body, то тогда все работает. Соответственно, чтобы нам не накосячить, да, не искать по факту возле кого где писать, мы просто возьмем, будем все наши медиа запросы писать в самом низу сайта, ну в самом низу нашего CSS файла и будет все круто. Также можно, например, создать отдельный файл, который будет называться media.css и подключить его вот здесь под нашим style.css. Поскольку у нас все считывается сверху вниз, то следующий будет media.css и все будет очень шикардосно. Вот, да. Он будет всегда самым нижним, поэтому никаких проблем не будет. Окей. Важный момент еще вот здесь. Здесь ни в коем случае нельзя писать точку с запятой, потому что будет бедулино, оно не будет работать. И может быть два варианта. Может быть максимальная ширина написана и может быть написана минимальная ширина. Что это означает? Если написана у вас максимальная ширина, то это означает тысячу, например, то это означает, что это будет работать на всех мониторах, которые меньше, чем тысячу пикселов. Если у вас написана минимальная ширина, то это будет работать на всех мониторах, которые больше, чем тысячу пикселов. Соответственно, если мы говорим там о таком виде верстик, который называется mobile first, где сначала ставится мобильная версия сайта, потом десктопная, то там все прописывается с помощью медиазапроса min. Но у нас другой случай сейчас, поэтому мы будем в подавляющем большинстве использовать max. Вот. Здесь я буду прописывать такую цифру, которая мне будет уместной. Ну и в общем-то принято делать адаптив сайта сверху, вниз. Ну как бы не принято. Я думаю, что мне сейчас так это будет удобно делать, поэтому я так и буду его использовать. И смотрите, я вот так вот еду, и я вижу, что здесь уже произошли какие-то печальные изменения, но тут все еще достаточно нормально. Все еще достаточно нормально, поэтому что? Короче, мне вот эта вторая часть мешает. Она мне конкретно мешает. Тем более, смотрите, тут уже у нас происходит какая-то качеля. Дальше. Смотрите. Вот тут в какой-то момент начинаются какие-то качели. Короче, это реально затрудняет нормальную разработку, поэтому мы с вами возьмем и будем просто закомментируем блоки, которые нам пока не нужны, а потом по ходу будем их раскомментировать. Что я сделаю? Все то, что ниже хедера, я вот так вот возьму, выделю вместе с футером, включая. И нажму Ctrl-Slash. Ctrl-Slash сделает все очень просто. Он в конце добавит два тире, вот такая вот скобочка. А в самом верху он добавит тоже нашу скобочку, только противоположную. Восклицательный стак и тоже два тире. Короче, все то, что попадает в эти два символа внутри, оно как бы называется закомментированным. То есть, его не видно. Браузер его вообще не видит. Видите, я вот так вот делаю. И толку он мой карпы. Его не видно. Браузер, короче, на него не реагирует. Точно так же мне слайдер сейчас будет мешать, поэтому я возьму и внутри, где у меня здесь написано divs-class. Вот divs-class header-slider. Я его возьму сейчас, закомментирую. Выделяю. Вот он, красавчик. Ctrl-Slash. Все. Он теперь нам не мешает. Тут его нет. Я могу спокойненько работать с менюхой. Ее, в общем-то, адаптировать. И все будет как-то прикольно. Едем, едем, едем мы такие. Все у нас классно. Но вот тут уже у нас все не классно. То есть, я понимаю, что, в принципе, где-то вот так, например, 900... Я выбираю для себя какое-то значение. Ну, например, 925 можно выбрать, да? 925. То есть, при 925 меню вот такое, да? А, например, при 924 мы уже будем делать, чтобы оно куда-то пряталось. Чтобы у нас было больше пространства и всякое такое. Давайте это сделаем. Если я хочу, чтобы это происходило при 924 пикселах, то, соответственно, я вот здесь в медиазапросах пишу что? Пишу 924. 924. Вот здесь я буду прописывать столько CSS свойств, сколько мне на душе будет угодно. Принято. Смотрите. Эта менюшка, она нифига не влезет. Ну, то есть, мы, конечно же, сейчас можем еще немножечко поиграться. Придумать какую-то схему, в которой я его опущу немножечко ниже. И оно будет находиться у нас вот здесь вот по центру. И, соответственно, когда я буду сужать, то у меня будет еще пространство, чтобы логотип к вот этой нашей панельке, они ближе смещались. И меню еще нормально себя чувствовало. Но давайте сразу уже сделаем, чтобы было так, как будет в будущем. А в будущем мы сделаем с вами ситуацию, при которой наше меню, оно прячется под определенную кнопочку. Так называемый бургер меню. Сейчас мы это зафигачим. Хотя, в принципе, ситуация интересная. Может, там все-таки взять сейчас кнопочки, опустить вниз. И будем радоваться, наслаждаться. Давайте опустим кнопочки сейчас вниз. 924. Я беру. То есть, здесь будет очень удобно использовать инспектор элементов. Я беру вот так вот, выделяю. И смотрю, что у меня здесь есть. Кто? Header Top. А внутри Header Top есть Header BTN. А что, если я Header BTN сейчас напишу Display Block? Ну, не Display Block. Напишу ему ширину 100%. То есть, ширина 100%. И он там уже начинает кое-как себя плохо вести. Для того, чтобы он перепрыгнул на следующий блок, мне родителю, тому, кому я прописывал Display Flex, нужно написать flex-wrap. Это будет означать, что если элемент не помещается в вот эту вот часть, то он будет перепрыгивать на нижнюю сторону. То есть, flex-wrap, wrap. Давайте это сразу вот здесь напишем. То есть, у нас парни каким образом называются? У нас называется Header Top и у нас есть Header-btn. Окей. То есть, пишем точка Header Top и задаем ему flex-wrap в wrap. То есть, если элемент не помещается, он будет перекидываться на новую строчку. А для точка Header-btn у нас будет, какая штукенция? У нас будет не Display Block, а ширина 100%. Он у нас сейчас теперь появится вот здесь. То есть, видите, вот эти мои стили, они уже прописаны. Вот здесь написано, что я это написал в медиазапросе. Они перепрыгнули. Но это не очень прикольно. И, наверное, лучше логин и нашу кнопочку перетарабанить в эту сторону. Соответственно, я могу для Header-btn вот так вот выбрать. Тут давайте обновимся, чтобы вот это стерлось. Вот. И я ему могу написать margin-left auto. И он у нас... Мне бы хотелось, чтобы он от этой стороны полностью улетел. Но он такой жучара, что он занимает всю ширину 100%. Видите, всю ширину 100%. Поэтому ему, как бы, комфортненько и так. Естественно... Ну, то есть, он уже, грубо говоря, максимально оттолкнулся и от левой части. Максимально оттолкнулся и от правой части. Поэтому, чтобы нам его передвинуть, давайте сделаем... Давайте сделаем вот что. Давайте сделаем вот что. Мы возьмем нашему Header-у-топу. Header-у-топу. Да, мне бы написали flex-wrap-wrap. Мы напишем justify-content. Justify-content. Flex-end. Не хотит. Не хотит. Не хотит. Header-btn. Поке. Зададим просто text-align-write, да и все. Вот. Таким образом, я его взял и отправил в правую сторону. Задаем. Text-align-write. Есть. Мы можем, в принципе, как-то мне не очень нравится вот это расстояние между ними. У нас у логина написано margin-write 44. Я бы его чуть-чуть уменьшил. И будет несчастье. То есть будет margin-write 30. Я для логина напишу. Уже на этом этапе у меня, поскольку у меня нет четкого дизайна, как оно должно быть. Поэтому я могу писать что-то от себя. Главное, чтобы оно было более-менее адекватно. Все. То есть мы выиграли вот такую штуку. У нас эти кнопочки находятся вот здесь ниже. Здесь у нас находится меню. И я смело могу так еще сужаться. Аж до момента. Хоть. Ну, буквально, смотрите. 500. Давайте при 570 мы уже будем делать какие-то действия. А до этого пусть будет вот так. Короче, 570. Значит, если 570, то следующий мой медиазапрос будет уже на 570 по x. Вот. Мы берем и тут мы записываем 570. Есть? Есть. 570. Что я хочу сделать на 570? На 570 я возьму вот это, ну, то есть понятно, что homework about мне нужно будет спрятать и запихнуть какую-нибудь кнопочку. Давайте будем делать эту кнопочку. Значит, эту кнопочку я начну писать в HTML. Вот у меня идет Now с классом меню. Внутри идет UL к меню лист. А я точка сделаю, точка меню еще. Два нижних подчеркивания, btm. И внутри впишу спан. Просто спан. Сейчас мы разберемся, что мы с ним будем делать. Но будет прикольно. Я создал некую кнопочку. Вот эту кнопочку, которую я создал, меню btm. Сейчас ничего не появится. Это просто div, внутри которого спан. И ничего больше нет, поэтому по-барабански. Что нужно сделать? Ну, я его буду сейчас создавать реальную кнопку. Кто мне будет мешать в этом всем? В этом всем мне будут мешать сами вот эти слова. То есть, весь список меню лист. Поэтому я его сейчас скрою. Меню, точка меню лист. Напишу display none. А там посмотрим. Там потом порешаем, что мы будем с ним делать. Display none, его нет. И здесь я начну строить нашу кнопку. То есть, нашу менюшку. Head, меню btm. Меню, два нижних подчеркивания, btm. Значит, как я его буду строить? Давайте мы ему напишем ширину. Давайте 30 по x, высоту 20 по x. Position relative, потому что я там буду делать очень интересные схемы. И пока, конечно же, ничего не произойдет. То есть, просто я себе задал, тут что-то есть такое невидимое. Как делается, в принципе, такое меню? Часто берут... Давайте я полностью сделаю все действия и объясню тогда. Меню btm. Двоеточие, двоеточие, автор, запятая, точка, меню btm. Двоеточие, двоеточие, before. Что я сделаю? Я сейчас напишу контент, потому что если это магическое слово не написать, то вечеринка не запустится. Напишу ширина 100%, высота 2px, background color белый и position absolute. А ниже эти два элемента распределю. Автор отдельно и before отдельно. И напишу первому top 0. Последнему напишу bottom 0. Вот у меня что получилось. Вроде прикольно, но есть нюансы. Нюанс какой? Нужно, чтобы был небольшой отступ. Этот отступ у нас равен 15px. Поскольку элементы на позиционировании, то им по барабану, что они находятся в контейнере. Поэтому я возьму нашему блоку, вот здесь задам сразу margin right 15px. Вот. И они станут вот такими. но, смотрите, тут у нас какая штука? У блока ширина написано 45px. Now menu. Now menu. Это не то. Вот. Меню btn. Написано, что ширина 30px плюс отступ 20px. Короче. На самом-то деле все куда проще. Можно убрать margin right. Нет, просто наши элементы, вот эти after и before, шириной своей 100px, они вылазят за вот эту область 30px. Поэтому я могу написать overflow hidden. И все станет куда поприятнее. Могу написать overflow hidden, могу сделать им ширину просто 30px вот здесь, как вот здесь, то есть вот здесь. А, так я написал не 100%, я написал 100px, поэтому все качели отсюда. Короче, не заморачиваемся. Просто пишем здесь 100%. Видите, все нормально. То есть у меня появилась верхняя часть, нижняя часть. И еще внутри у меня у btn меню, у меню btn. btn. Есть span. Так, это я уже хотел написать на припроцессоре. Есть span. И этому span я тоже задам. Ширину 100%, высоту 2px, background color белый, и top где-то 9px. Давайте посмотрим. Не появился, красавчик. Меню btn. Span. Position absolute я пропустил. Вот. То есть вот у меня есть аналог менюшки, на него можно будет кликать, пока ничего происходит не будет. Не будет, но мы с этим разберемся. Чтобы что-то происходило. Вот. Чтобы что-то происходило. Что мы будем делать дальше? Как я вообще вот это все реализовал? Все достаточно просто. Вам нужно просто понимать основы, как работают псевдоэлементы, авторы before. Мы уже на элементы вешали кавычки, которые там были. Грубо говоря, это что-то, это некие элементы, которые не существуют в HTML, а существуют только в CSS. Ну, я это сделал так, что тут просто не писать три спана. Хотя, в принципе, можно было сделать и так. Грубо говоря, это просто распространенная схема, как делают такие менюшки. Я вставил какой-то элемент перед, какой-то элемент после, взял полностью с нуля, нарисовал эти элементы, и все оно получилось. Для того, чтобы понять, как такая штука делается, вам нужно будет изучить два варианта, две вещи. Первое, это позиционирование, абсолютное, и изучить псевдоэлементы, авторы и before. Вот, в принципе, достаточной информации по этим вещам есть, поэтому я здесь более глубоко не буду объяснять, потому что, ну, это как бы, знаете, нужно отдельно минут 20-30 об этом поговорить, рассказать всякие нюансы за плюсы и минусы, и так далее. Вот, в принципе, схема вот такая, ее легко можно вам перепечатать, и все получится. Вот. Что нужно сделать дальше нам? Дальше нам нужно сделать следующее. Нам нужно, чтобы при клике на это меню, на вот эту штуку, у меня вот здесь появлял, ну, не вот здесь, а в принципе появлялась наша менюшка, а при втором клике оно исчезало, и желательно сделать так, чтобы это было как-то более-менее плавно. Для этого есть у нас в jQuery специальный такой метод, который называется слайд-тоггл. Вообще сделать этим меню есть масса просто вариантов, огромнейшая масса, там просто до безобразия. Вот. Я покажу один из, который там вообще избитый веками. Нам нужно найти элемент, на который мы будем кликать. То есть мы пишем доллар, открываем круглые скобки, кавычки, точка. Здесь мы искали header слайдер, а здесь мы найдем меню btn. Мы его нашли, потому что на него мы будем кликать мышкой, соответственно, мы пишем on. Здесь мы пишем click, запятая, function. то есть это я прописал, что он клик, это будет отслеживать события клики мышки именно на вот эту нашу кнопочку. Вот. И будет выполняться определенное действие, которое мы сейчас опишем. Какое действие будет выпадаться? Смотрите, у нас то, что мы с вами вот здесь скрыли, мы скрыли, мы скрыли меню list, мы написали display none, да, а теперь нам нужно, чтобы оно появлялось, поэтому я пишу доллар, круглые кавычки, точка, меню list, точка, слайд, toggle. Значит, что такое слайд-тоггл? Слайд-тоггл это некий метод, который позволяет проанимировать элемент, у которого было написано display none, у него будет становиться display блок, и это все будет появляться плавненько. И плавненько будет исчезать при повторном клике. Смотрите, обновилась страничка, я кликаю, видите, плавненько появился, плавненько исчез. Плавненько появился, плавненько исчез. Сейчас абсолютно неважно, кто кого сместил, кто что сделал, как кому и так далее. jQuery в данном случае отвечает просто за функциональность. Нажал появилось, нажал исчезло, поскольку здесь метод слайд-тоггл, то оно еще и плавненько появляется, вообще ему за это спасибо, он делает какую-то часть нашей работы. А все остальное делается в стилях, то есть в стилях мы сейчас должны все это приукрасить и так далее. Но смотрите, какая качеля. Если я вот так вот отмотаю, давайте я даже вот так вот обновлю. А, нормас, нормас, нормас. Так, то есть в принципе мы видим, что до 320, а 320 это минимальный размер монитора, под которым у нас делается адаптив. Короче, до 320 все помещается, все нормально, поэтому никаких нюансов, ничего такого. Но, нам нужно сделать, чтобы вот здесь, когда мы кликаем, было немножечко не так, а как-то поадекватнее. Например, чтобы оно так отсюда выезжало, и вот такая вот была штучка. Или выезжало, например, ниже, чем вот эта наша кнопочка, чем наша кнопочка логина, и чем наша кнопочка, вот. Значит, что нам нужно сделать? Регистрации. Окей, делаем. То есть, смотрите, нам нужно просто взять и видоизменить это меню таким образом, чтобы оно было вот так. Как мы это будем делать? Очень просто. Смотрите, если у вас это не работает, то наверняка где-то есть ошибка в этой части. Может, вы где-то точку не написали, что-то так. Это распространенная вещь. Так, я сейчас вот этот меню лист, который у нас display none, я его буду немножечко превращать в что-то интересное. Значит, как мы это сделаем? То есть, я ему задам position absolute, и я ему задам какой-то достаточно большой отступ top stop x. Сейчас мы это посмотрим. Также я ему задам ширину 100%. И дальше будем смотреть. Смотрите, я меню лист, я меню лист где-то вверху, то есть, мы можем вот так вот скопировать, через control F найти его еще. Я ему задавал в самом верху display flex. Сейчас же мне это не очень пригодится, поэтому я изменю дисплей. А менять не нужно, там уже не display flex, там уже display block. Смотрите, обновляем, вот оно где-то появляется, то есть, если нажать на наш меню лист, то мы видим, что здесь написано style display block, потому что, то, что мы написали с вами на jQuery, оно добавляет вместо display none прописывать инлайновый display block. И вот, собственно, вот он такой занимает себе столько-то места. То, что я ему пишу ширина 100%, то ему так себе. Значит, смотрите, что я здесь вижу, что home слишком близко, поэтому я напишу не 100%, допустим, а пусть будет там у нас 120. 120 будет неплохо. Дальше я пишу left 0, left 0, text align center, text align center. Так, уже что-то, уже что-то. Вот эти стили будут не лишними, поэтому я их возьму скопировать, сюда вставлю. Вот, есть. Но, мы видим, что как-то, то есть, они уже, видите, как появляются. Уже, как бы, конечно, поплакать стоит, но уже попроще. Если мы посмотрим на них, то внутри у нас идут ссылочки и идут лишки. И у этих лишек, видите, идут отступы. Это то, что мы записывали, когда мы писали вот структуру. Давайте я вам покажу. Что-то мне не... Ага, мне нужен второй элемент. Когда мы писали точками лист, лип плюс ли, padding left 50. Теперь эта метода себя уже изжила, поэтому нам нужно ее убрать. Я просто ниже вот здесь напишу то же самое лип плюс ли, только padding left 0. То есть, грубо говоря, я переопределяю сейчас те стили, которые были написаны где-то там вверху и теперь все становится более-менее. Более-менее. Потому что теперь они хотя бы действительно становятся по центру. Но, когда человек, открывший это все великолепие на мобильном телефоне, захочет нажать на homework, about и так далее, то он... Ну, как бы, короче, ему повезет, если у него будут очень-очень тонкие пальцы. Иначе он сразу будет нажимать на 2, а то и на 3. плюс, если он здесь будет кликать, то ничего не будет происходить. Поэтому я сейчас возьму, расширю их полностью, чтобы на всю строчку вот эта... всю строку она занимала. Как я это сделал? Очень просто. Я напишу точка меню лист пробел А, задам им дисплей блок и расширю их. Например, напишу padding10px0. Мы увидим, что они вот так вот расширятся. И теперь даже если я вот здесь, видите, я кликаю, то видно, что оно будет нажиматься. Вот. Видно, что оно будет нажиматься. И вот так оно прячется, уже более-менее адекватно смотрится. Но, я-то понимаю, что здесь у меня под менюшками находится кто? Слайдер. И, когда я его врублю, и вот так вот эти элементики будут вот так подниматься, это будет, ну, мягко говоря, не алё, смотреться. Поэтому мне нужно для них придумать какой-то фон. Фон я придумаю в ULK. И давайте выберем, какой фон. То есть, я выбрал вот ULK, просто пишу background, background-port. И, вот, смотрите, я здесь выбираю любой, любой. Такой нам не очень подойдет, но, когда я его выбрал, видите, у меня появился квадратики, я могу кликнуть, и у меня появляется пипеточка. Я могу выбрать, например, вот такой. То есть, как-то в акценте вот это будет не очень, это тоже, а вот это плюс-минус нормас. Вот такое будет как-то, как-то так себе, вот так. То есть, хоп, и я вижу, что-то решетка 1А50, вот всякое такое. Короче, можно отсюда его просто смело взять и скопировать. И скопировать. Прописываю это вот меню листу. То есть, сюда мне нужно прописать. Есть. Дальше. Дальше какая штука? Смотрите, я понимаю, я сразу знаю, что когда появятся слайда, тут еще будут никакие у нас проблемы, но давайте наглядно, когда мы ее увидим, мы ее сразу порешаем. Какая тут есть сложность? Есть одна еще сложность в этом меню. Смотрите, какая. Давайте я обновлю страничку. То есть, вот человек себе смотрит все нормально, тут сужается тоже все нормально, потом вот такая штука все нормально. Если расширяем, то тоже все меняется. Зашибись. Просто превосходно. Но, давайте подумаем, теперь такую ситуацию. Смотрите, у ULK сейчас написано display flex. Вот мы ее видим. Потом мы сужаем, сужаем, хоп, то же самое, ничего не поменялось. Едем, 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 бабах, сейчас у ULK написано display none. Видите, было написано у меня есть display flex, а теперь написано display none. Эти все стили заданы у нас в CSS, все логично, вообще не подкопаешься. Но, как только я кликну вот сюда, то, здесь у меня написано element style display block, то есть, display none поменялся на display block, и этот display block прописан вот здесь в стайле, то есть, inline-ово. Когда стили написаны в атрибуте style, это называется, что данные стили прописаны inline-ово, им приоритетность inline-овых стилей, она всегда выше, чем любые, там, айдишники даже, вложенности в CSS. То есть, это самая высокая приоритетность, display block. Я кликаю еще раз, и он меняется на display none, но он меняется на display none вот здесь, видите, вот здесь. И теперь, когда я отъеду, то меню не появилось, потому что у него написано, у него должно быть сейчас будет display flex, но не хватает приоритета, и оно осталось display none. И вот как-то так. Тут будет потом все норм, а тут не норм. Поэтому, есть схема, как это можно порешать. Мы его прячем на display none при размере экрана в 570. То есть, мы явно говорим здесь максимальная ширина, что когда экран меньше чем 570, то тогда становись display block. А теперь мы сейчас напишем вот здесь min, когда больше чем 570, когда больше чем 570, то тогда становись display flex. И важный момент, что мины, то есть, медиазапросы с мином, они всегда должны быть ниже, чем медиазапросы с максом. Соответственно, я могу вот так вот даже его чуть-чуть опустить, чтобы дальше писать вот здесь себе следующие медиазапросы, а здесь был вот этот всегда конечным. Только маленький нюанс. Все равно, да, я написал этот мин, он все равно написан в CSS, а не написан онлайн. поэтому, поэтому, он не перебьет тот дисплей NUN, который написан с помощью JS, винлайн. Но, я здесь имею право дописать восклицательный знак important и задать ему самую высокую степень приоритетности в таком случае. Вообще, important это такое свойство, которое нужно использовать крайне редко и в крайне каких-то случаях, когда вот без него уже никак. Вот здесь это абсолютно уместно. То есть, когда логическая структура файлов никак не поменяется. Все, обновляется страничка, вот так вот обновили, все у нас здесь есть, то есть, мы хоп, уехали, хоп, пропало, нажал, закрыл, хоп, и ничего не работает. Потому что display flex что-то не перебился. Чего это он не перебился? дисплей. Интересно. Сейчас мы все узнаем про него. Оно не видит наших свойств. то есть, вот это то, что я здесь написал, его не видно. А, тю, вот это я, конечно, сказочный персонаж. Просто написал, мне же нужно написать меню лист, кому я это задаю. Вот, и теперь это переносится вот сюда. Я думаю, что оно еще мне как-то его подчеркивает. Бывает и такое. Меню лист нужно задать. Все, теперь он есть. Смотрите, я уменьшаю, кликаем, кликаем, тадам, тадам. Все нормально. Все, в общем-то, ну почти все с меню мы сделали. Сейчас мы когда будем с вами еще издеваться по поводу слайдера, тут будем добавлять некие другие элементы. Значит, что по поводу нашего слайда. Сейчас я вам покажу. Нам нужно зайти на сайт Слика. На сайт Слика, потому что он позволяет здесь есть, смотрите, если даже демки посмотреть, то здесь есть, можно дописать респонсив и выставлять разные брекпоинты. Брекпоинты, то есть, это некие контрольные точки, которые меньше, чем которые значения, у нас слайдер будет уже жить по другим правилам, которые мы можем перезаписать. То есть, мы можем там отменить автоплей, мы можем убрать дотсы, мы можем что-то добавить и так далее, и так далее. То есть, если что, мы сможем воспользоваться. Но первое, с чего мы начнем с вами, это мы сделаем вот что. Мы его раскомментируем. То есть, я прихожу сюда, удаляю вот эту часть вверху, да, и вот здесь, где оно, слайдер наш закрывает, вот эту. Все, у меня здесь вот есть слайдерочек, такой вообще шикардосный, скроллится, там, шикардная ситуация. Вот, давайте мы будем уменьшить. Короче, в чем вообще прикол слайдера? Как бы я ни хотел, что бы я ни делал, я не смогу впихнуть его на мобильный телефон в таком виде. То есть, да, мне нужно либо будет картинку ставить внизу, под вот этими словами, что, ну, нафиг не надо. Ну, то есть, эта картинка не несет никакой полезной нагрузки, поэтому мы сейчас будем что-то пытаться как бы придумать, а в дальнейшем просто ее уберем, да и все. то есть, смотрите, я могу уменьшать приблизительно до, где-то до 1195, все нормально. Дальше начинаются проблемы. Давайте попробуем сделать, что если я взял бы эту картинку, вот она, что если бы я ей, вот тут можно, видите, элемент ставил, написать, конкретно уменьшил бы, например, ширину, уменьшил ее, то есть, сделал бы ей там ширину 80%, она даже не хочет, так, 47%, ну, такое себе, то есть, тут наш слайдер включается, давайте чуть-чуть покопаемся с ним, посмотрим, что здесь есть, это наш хедер слайдер, вот у него написано по бингтоп, я им могу этот паддинг топ, например, уменьшить, скажем так, на сколько-то там, допустим, да, потом у нас внутри идет айтемсы, сейчас я их найду, красавчика, вот, и им могу написать паддинг тире топ 75 по x такс, и что мы видим а, это я все понятно так, давайте обновлю страничку я просто не стойко, они же слайды меняются, я обратился не ко всем картинкам, обратился только к одной, и та одна уменьшалась, остальные не уменьшались, короче, ситуация, смотрите, что можно сделать, вот у нас идет 190, то есть мы решаем, что 1195, 1190 уже нужно предпринимать какие-то действия, окей, давайте себе это отметим, то есть если у нас идет 1190, а мы знаем, что 1190 больше, чем 924, то я буду этот медиа записывать вот здесь, собачка медиа, и я вот так скопирую, и напишу 1100, 1190 по x, что я могу здесь сделать, я могу например сделать, чтобы все вот эти картинки у нее видите 82 по x, это маржин отсюда, я могу этот маржин смело вот так вот уменьшить, до скажем так, до 20 по x, я возьму просто это отсюда смело скопирую, вот сюда вставлю, и будет как-то так, есть, есть, дальше, дальше мы можем еще уменьшать, то есть теперь я смогу еще немножечко проехаться до какого-то момента, тут уже начинается решение, я вернусь, вернусь, это, и сейчас попробую задать свойства конкретно всем картинкам, которые находятся внутри header slider item images, это можно сделать вот так, вот тут видите, плюс класс, вот так, я могу написать точка точка header slider item image, но это чисто визуально я меняю, мне все равно нужно будет в поиск коде это прописывать, напишу image, и тут я, например, напишу 80%, так, ну давайте мы запишем это в коде и посмотрим как оно будет смотреться, потому что слайдер ему нужно перерендериться, так, назовем, так, есть, хоба, обновляемся, чтобы вот эту всю штуку убрать, и что я вижу, я вижу, что все равно, поскольку картинка у меня уменьшилась, то она как-то подтягивает кнопки верхний слайдер, нижний слайдер, видите, они тут эгэй воюют, поэтому вообще это такое дело себе надо с этим порешать. ладно, фиг с ним, короче, картинку уменьшили, давайте это, ага, все нормас, окей, сейчас я вам покажу схему, так, смотрите, что я сделал, еще нужно вот что сделать, взять для всего нашего блока хэдер, хэдер, слайдер, айтем, инфо, там, где вся вот эта информация текстовая, я дописал 50 по x, 50 по x сверху и снизу, 0 по бокам, а картинки я задам вот здесь выше, где у нее вверху margin 10, я поменяю на 50, то есть я немножечко картинку ближе к правому краю пододвинул, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз опустил, потому что она меньше стала, и точно так же добавил некое пространство нашего информационного блока, чтобы они как-то там сдружились, то есть я обновляю, и я вижу вот какую-то такую штуку, но расстояние нужно уменьшить, расстояние это задалось еще в самом верху нашей встречи вот здесь, header slide, у него написано padding топ 111, а я пожалуй его уменьшу до до 25, до 25, то есть просто берем, грубо говоря, адаптив подключается, ну как бы как работает, мы просто берем и переопределяем одни стили на другие стили, для того, чтобы оно все влезло, нет никакой универсальной схемы, что эти стили на эти нужно поменять, я просто конкретно смотрю, ага, если я сделаю вот так или вот так, тогда будет норм, вот, конечно же удобно, если у нас есть конкретный дизайн под конкретный размер какой-то экрана, там, под планшет и так далее, и тогда мы уже задаем конкретно как на дизайне, здесь же мы лупашим разные стили и смотрим, что у нас получится, то есть, я еще могу уменьшать, видите, еще могу уменьшать до какого-то момента, пока я не подумаю, что все хватит, допустим, вот, я для себя решаю, что все хватит, тут надо как-то уже наводить порядок, это, допустим, будет для нас вот когда, ну, вот, давайте там, что у нас, 900 по x, 900 по x, я выбираю для себя, опять же, вот это копирую, 900 это меньше, чем 924, 900 лупанул, и теперь мне нужно избавиться от картинки, проще всего это сделать как, правильно, найти ее header slider item images, вот здесь, поставить обязательно точку, потому что это класс, и написать display none и будет на нас, хоп, исчезла, так, обновимся, вот, то есть, теперь у нас все вот так вот смотрится, что не может не радовать, да, ну, вот эту штуку я бы приподнял немножечко вверх, у нее где-то, это наша ULK header dots, мы с вами ULK header dots написали, так, вот, где у нас ULK header dots, вот, header dots, мы ей написали топ 50%, что мы можем ей написать, то есть, топ 0 у нее будет вот так, давайте, чтобы она всегда была по центру движухи, то у нее вот написано топ 50%, мы ее еще приподнимем, напишем ей transform, transform, translate по Y, по по оси Y, минус, минус 50%, вот, и она будет на уровне между там этой кнопкой, короче, по центру всей вот этой движухи, вот, в принципе, это свойство transform, translate по Y, по минус 50%, header dots, не обязательно задавать вот здесь в медиазапросах, можно задать вообще в принципе вот здесь, dots, вот здесь лупануть, вот, и будет нормально, вот такая движуха, все, теперь мы имеем полное моральное право уменьшаться до какого-то момента, до какого-то вот такого момента, видите, потому что дальше уже будут какие-то нюансики, скажем так, и теперь смотрите, видите, когда я нажимаю на меню, то оно как бы находится под слайдером, то есть, а нам нужно его приподнять над слайдером, потому что у слайдера есть свои позиционирования и так далее, поэтому, где мы вот здесь писали для меню лист position absolute, мы просто зададим, например, Zindex 5 и увидим, что теперь оно открывается над слайдером, то есть, человек открыл, что-то себе кликнул, закрыл, и все у него шикардосно, и слайдерочек у него работает, вот, это у нас уже идет 570, и я возьму внутри 570 еще поработаю над вот этим слайдером, для того, чтобы все там было у него шикардосно, что я сделаю, например, смотрите, я возьму его такого, то есть, для header slider item info, точка header slider item info, я напишу, например, padding 10 к р0, сверху, снизу, то есть, уменьшу вот эти расстояния, сейчас обновиться, все будет нормально, уменьшу, дальше, весь header, наш большущий header, большущий, огромный header, вот header, которого минимальная листа 793, я ее, пожалуй, уменьшу до какой-то там 580, благодаря тому, что здесь у нас прописано background size cover, то у нас картинка, видите, она масштабируется, то есть, неким образом, так вот она была вот такая, а так вот, есть некий элемент декора, то есть, header, я напишу, минимальная высота 580, вот здесь точка header, минимальная высота 580 по x, вот, есть, дальше, что можно сделать дальше, дальше, я еще поуменьшаю вот эти разные расстояния, ну, например, расстояние от header slider description, идет вниз margin bottom 60, я его уменьшу там до до 20, так, margin bottom 20, и в принципе, мне нужно уменьшить тут еще шрифты и всякое такое, то есть, я возьму у этого наша header title, у него написано 45, высота строки 60, я ему уменьшу шрифт до 35, высоту строки тоже до 40, вот, возьму это все, просто скопирую, короче, навожу какой-то там плюс-минус порядок с этими текстами, ой, не скопировался, так, вот этот, короче, то, что слайдер постоянно меняется, очень бесит и мешает нормально работать, поэтому мы пока вот это возьмем и закомментируем, вот здесь тоже control slash, он сейчас будет застопориться, я могу нормально там выделять элементы и так далее, оба, вот и сюда вот так вот так font size мне нужно, чтобы был 35, здесь там условно 45, margin bottom 10, ну пусть останется 10, font 2x700 тоже пусть останется, то есть вот так нужно обновить, теперь вот это расстояние я бы уменьшил, я его уменьшу тем, что здесь будет высота строки просто меньше, пусть она будет 40, пусть она будет 40 и тогда все-таки кнопки пусть будет margin bottom 30, а или подождите, сейчас придумаем, тут просто нет универсальной схемы, тут нужно так 35, 20, 30 будет нормально, вот здесь font size 20, высота строки 35 по x, обновляемся, получаем вот такую вот конфетку, вот такую вот конфетку, уменьшаем еще экран, смотрите, тут будет постоянно какая-то ну может какая-то качелька быть с вот этими наезжаниями, поэтому чтобы ее не было, я возьму и у всего блока header slider info, я ему задам еще, то есть padding сверху 10, справа давайте 30 по x, снизу 10 и 0 вот и они короче не будут соприкасаться, потому что текст будет перепрыгивать всегда раньше, чем чем вот это вот все скопируем уменьшаем уменьшаем и в принципе ну там грубо говоря до 320 оно влазит, но вот такая штука получится, понятно, что на эти точки не здесь, не тут никто не будет нажимать, слайдер будет автоматически листаться, и это будет давать какой-то эффект, плюс я думаю, что вот этого текста здесь будет больше, больше написано, поэтому оно будет, ну когда контент наполняется, оно будет более-менее смотреться, так, и мне нужно поменять вот это на вот это, вот, все, грубо говоря, со слайдером мы тоже с вами разобрались, он есть у нас, и мы вот так вот можем уменьшать, уменьшается, 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 все работает, менюшка выезжает сверху, классно, классно, идем дальше, дальше, у нас идет кто, то есть смотрите, дальше у нас идет первая section, вот так я отсюда вырежу control x, section, который по поводу специализации, и вот тут я вставлю вот эту штучку, чтобы advantages закрыть, хоба, то есть вот наша штука есть, и сейчас мы ее тоже с вами будем адаптировать, погнали, так, тут у нас как бы все абсолютно понятно, но вот этот чувачок будет понятно, налазить на элементы и немножечко их всех печалить, этот декоративный элемент, поэтому мы его просто в какой-то момент уменьшим, в какой-то момент уберем, то есть в принципе смотрите, на мониторах там 1366 оно все еще влазит, на мониторах например 1200 1200 уже происходит некий такой нюансик, поэтому я возьму что сделаю я напишу вот так где 1200 1200 1200 я напишу вот так вот 1201 например по x и возьму возьму этот декоративный элемент можем вот эту панельку вот так вот открыть чуть-чуть иди сюда и ты иди как бы сюда вот так вот так значит 1200 1200 1200 1200 вот значит мы его находим наш блок и вот здесь он у нас прописан да так вот у него не написано то есть мы ему что напишем мы напишем background background тире size вот и мы напишем ему какой-нибудь background size типа вот вот 60 background size 60 это вот так специализация наша background size 60 по x все то есть я его уменьшил 1209 вот так а 1201 ну короче 1200 потому что могут еще там встречаться будут короче едем едем и где-то уже 1080 там например 1080 уже нужно от него полностью избавиться поэтому я возьму вот так вот скопирую 1080 у нас идет здесь и я напишу ему background images none все его теперь у нас нет дальше мы можем уменьшаться 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 и выбрать для себя например какой-то какой-то момент когда мы уменьшим вот эти расстояния то есть пусть это будет например ну давайте сейчас давайте 775 775 775 и немножечко подшаманим то есть возьмем наш вот этот блочонок и мы ему зададим у него есть смотрите паддинг 5593 соответственно мы возьмем тут немножечко уменьшим допустим до 20 а здесь допустим до 40 соответственно возьмем скопируем и вставим есть это первое что мы сделали и второе что мы сделаем это уменьшим вот это расстояние вот этот марджин который идет у title пусть этот марджин будем скажем там сорокетник сорокетник на масс марджин ботом сорок есть дальше дальше идут наши элементы у всех элементов ширина какая какая item у них ширина 280 по что если мы им напишем ширина 25 процент не 50 процентов а родителю items напишем flex wrap wrap вот мы получим какую-то такую картину давайте так сделаем написать давайте покопируем items мы напишем flex wrap wrap а item мы напишем ширина 50% также item мы напишем margin bottom 20 чтобы добавить немножечко воздуха между ними есть так мы можем пройти еще какой-то этап допустим до 500 давайте до 540 540 так я возьму вот так вот это все скопируем и здесь под 570 я напишу ну можно и 570 но давайте для 570 чтобы не создавать нового чувака на 540 то есть я здесь напишу для items просто напишу display block а здесь напишу ширина 100% а это уберу обновляшка есть ну и мы получили вот такую вот картину в принципе теперь мы можем уменьшать до 320 и вот такая будет то есть с этими элементами будет все нормально а вот это заглавие я бы взял давайте на 570 всему title то есть у него идет 35 мы его уменьшим до 30 высоту строки ему тоже на пятерочку подурежем и все вот так сделаем для всех title которые у нас есть у нас там еще один такой будет ну вот обновляемся наш слайдер рочек вот эта штука все нормально есть с этим порешали следующий блок следующий блок это у нас наш advantages то есть control x едем где наша секция заканчивается в самом самом конце вот перед отзывами ба бамс вот у нас картинки появились то есть тут у нас идет точно такая же качеля только вот этот элемент намного раньше начнет выеживаться то есть он начнет выеживаться уже где-то 1600 что-то там 1620 поэтому мы возьмем вот здесь создадим экстренную комиссию экстренную и тут напишем 1620 вот так вот точка advantages и background size давайте напишем я не знаю соточку сейчас посмотрим нифига не сработало мы сейчас посмотрим почему отбываем тэджерс background ага потому что 1620 хоба так соточка это маловато давайте сделаем например сейчас будем экспериментально думать сколько я вот так вот буду ехать не ну короче в печали в печали эта штука но максимум я там короче я ее просто убираю все background images none не то пишу тут все нормас вот тут background images none есть есть шикардосно теперь смотрите тут какая будет основная проблема в этом блоке когда мы будем уменьшать то картинки будут грубо говоря наезжать конкретно на элементы и им давать очень мало воздуха поэтому мы для себя определяемся что как только у нас монитор допустим стал 1190 1190 мы находим изображение вот изображение то есть advantages box images вот box images пробел и мг такой хоба 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 точечка здесь точечка и мы тут напишем значит ширина 80% ширина 80% и тут конечно такое себе такое себе дело окей принимается берем смотрите сейчас мы все исправим берем пишем все таки вот такую штуку 1190 вот у нас есть мы прописываем что все картинки в этом блоке будут 80% а родитель это advantages box у него написано space between то есть я по краям раскидываю и есть места где не очень это смотрится поэтому я space between поменяю на space around чтобы они как-то ровненько становились сейчас мы еще чуть-чуть под марафетин их то есть я advantages box напишу space around иди-ка сюда just content space around и что я еще вижу то есть есть такая картинка а тут вот есть тут почему space around не применился так и тут чем применился давайте искать виноватых ок ок непонятка конечно то есть вот есть огромный блачара и мэйджис этот из блок тут картинка внутри я и пишу ширина 80 процентов пытаюсь ее как-то а давайте зададим и дисплей блок так тут будет все норм тут будет все норм а тут будет немножечко не да да ну мы порешаем смотрите что нужно сделать из меня просто хочу чтобы она как-то более-менее адекватно смотрелось вот сейчас она картинке как-то начали выравниваться что нам нужно с мы картинкам написали с вами ширина 80 процентов дальше мне их нужно еще поставить по центру внутри своих блоков поэтому я возьму вот так вот напишу просто отдельно и твентеджи с бокс и мэйджис и напишите x-line центр и вот и картиночки станут по центру вот видите они выставились по центру чтобы нам порешаться от этим блочком то мы сделаем следующую комбинашку где у нас они где вот этот то есть вот этот он находится внутри бокс райт бокс райт у него мы ему напишем вот что вот мы ему еще напишем падинг тире райт сколько-то там по x ох как бы мне сейчас будем решать падинг 48 вот этот мы будем уменьшать конкретно до 20 и здесь тоже так ну короче смотрите тут нужно просто немножечко этот элемент по потягать чтобы ему было попроще мы ему вот здесь падинги поменяем вот так вот вот это получается advantage из бокс title мне нужно будет только падинг здесь поменять вот это все я удалю только это для того элемента который находится в адвентеджес вот так вот адвентеджес тире бокс райт блин тире бокс райт пробел вот так вот так вот то есть он сейчас изменится и точно так же я сейчас немножечко вот этот текст у него падинг в 48 мы сделаем тоже 20 тоже 20 и уже этот текст более-менее будет нормально смотреться advantages бокс текст который тоже находится внутри адвентеджес бокс райт вот у него тоже по 1 клэмп 20 . просто короче под навожу марафет и она тоже когда будет дублироваться там будет все мне хорошо и мы можем задать в принципе всему этому блоку инфо инфо мы можем ему задать падинг тире райт 20 . по иксов вот что тут тоже было некое расстояние конечно вот так вот взять скопировать сюда вставить и задать по один край там даже давайте 30 . по иксу вот все то есть теперь эти элементы смотрятся более-менее мы можем с вами смело ехать и дальше вот тоже до какого-то момента вот какой-то момент проехали надобно уже опять что-то что-то порешать что мы можем порешать ну во первых вот эти падинги огромные нужно уменьшать то есть у нас падинг топ 60 у всех вот этих элементов у инфо мы это уберем при 940 по иксах вот выписываем или давайте при даже 1080 хоп напишем допустим падинг топ уже будет 10 по икс а у advantage за тоже 10 по икс короче просто беру и вот таким вот образом играюсь переопределяю стиле вот уже она стала более-менее подговорчивей также наверное есть было бы неплохо еще немножечко подужать картинки вот у них 80 процентов мы скажем так сделаем еще меньше там 70 процентов 70 процентов так 70 процентов давайте где картинки и чуть-чуть их все-таки опустим вниз все на 40 по икс возьмем вот так вот все скопируем и тоже вот сюда припаркуем есть хорошо теперь мы можем еще чуть уменьшить и дальше уже сказать ну все там допустим это уже слишком не выбрать для себя какое-то значение например там 858 вот так вот скопировать вот сюда прописать восемьсот пятьдесят восемь и и что-то делать глобально то есть что можно сделать глобально глобально я сделал вот так ты чтоб шел какой-то текст потом под ним или шла например картинка потом под ним шел текст картинка текст картинка текст да как мы это будем делать но во первых у нас есть здесь инфо у инфо написано максимальная шина 456 мы возьмем вот так пропишем и скажем что нет теперь максимальная ширина у всего инфо аж целых сто процентов вот так то есть она начнет как бы наезжать на текст смысле на картинку и пацанов будут ущемлять прям сейчас конкретно видите конкретно ущемляет мы скажем нет не будем ущемлять картинки и просто перенесем картинки на другую сторону для этого мы возьмем адвенту субоксом деписием флэкс фрак в рап флэкс фрак в рап флэкс фрак в рап флэкс в рап в рап есть получили вот такую картинку то есть у нас идет текстовое описание с пятном там идет изображение кто идет изображение текстовое описание текстовое описание изображение надо что все было единообразно поэтому текст изображения здесь нужно сделать тоже текст изображения текст изображения поэтому где у нас блок write и у нас здесь есть внутри у инфо ордер один мы его поменяем на ордер 0 вот остановим справедливость в конечном итоге ордер 0 ну вот вот с боксом идет по один вот там по 76 мы можем его пожалуй достаточно сильно уменьшить до 20 и будет тоже неплохо по ним потом 20 самым вверху у нас здесь есть вот такой вот огромнейший отступ панель топ 64 я думаю можно написать панель стоп 0 и никто не обидится панель топ 0 получаем вот такую вот штука энце да есть есть все мы можем смело дальше уменьшать причем что смотрите какая движуха мы еще здесь всем картинкам которые пострадали от нашей деятельности вот мы напишем им ширину 100 процентов то есть давайте чуваки возвращайтесь все будет хорошо но мы вас любим и вот получили вот такую картину она все плавненько уменьшается и картинки плавненько уменьшаются и все смотрится хорошо вот шрифт размер шрифта у нас 35 а здесь мы выставляли вот этому чуваку 30 до 30 поэтому я вот такое чтоб тоже хотя бы где 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 а ну давайте тут же что же доведем немножечко по порядок по 1 если я здесь 0 лупану можно лупануть 0 так давайте не так обновимся то есть все хорошо вот так стало и в какой-то момент какой-то момент у нас как момент наступит например когда 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 тут у нас все 570 давайте 570 пока можно 570 я возьму вот этот вот блок бокс тайтл вот так вот давайте весь его скопирую вот сюда вставлю и напишу что padding здесь будет 0 здесь будет 0 и напишу что высота строки будет 40 шрифт будет 30 все остальное удаляем так теперь возьму следующий блок это вот этот блок ему напишу padding left 0 padding left 0 вот так вот точечку есть и и и и и так и еще нужно вот этому это задать это просто у него же здесь через advantages бокс райд все прописано по-другому поэтому 0 и ему соседи ему вот этому элементу который текст идет внизу тоже padding left 0 все круть 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 есть такая движуха есть такая вечеринка все неплохо возвращаемся обратно к вот этой теме и следующий блок у нас идет с отзывами блок с отзывами ну и потом футер значит по поводу отзывов тут все плюс минус точно так же мы уменьшаем 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 и потом в какой-то момент видим что ну нехорошо на этот момент наступает там допустим девятьсот девяносто четыре но мы давайте выберем более какое-то значение которое близкое штатного не создавать давайте давайте десять восемьдесят выберем и какой вариант мы можем для них предложить то есть мы можем чувакова например у них сейчас смотрите ширина 300 можем написать пятьдесят процентов а их нему родителю написать flex керевра в раб вот и им и им и нам нужно добавить немножечко расстояние но в принципе в принципе давайте напишем тогда им чтобы нам не париться по поводу расстояния давайте сделаем например там сорок восемь процентов и чуть-чуть отступов миссия добавлю да короче ревьюз айтемс и ревьюз айтемс точка ревьюз айтемс мы пишем flex тире в раб в раб а для ревью айтема мы пишем ширина сорок восемь процентов маржин ботом там там 25 по x вот так мы можем чуть-чуть поехать 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 до какого-то момента ну тут чувакова уже начинает колбасить до момента допустим шестьсот восемьдесят шесть выбираем для себя шестьсот восемьдесят шесть я прямо так вот из вот это скопируем потому что то и это и это и это шестьсот восемьдесят шесть у нас идет вот здесь где то шестьсот восемьдесят пять по x вставляю и здесь пишу например дисплей блок а здесь пишу ширина сто процентов то есть вот так чуть-чуть уменьшаем хоба и вот они вот такие вот вот такие они чуваки вот можно даже чуть-чуть уменьшить вот здесь вот это расстояние восемьдесят два которое равно пусть будет тридцать восемь то есть я просто для ревьюз задам парнил тридцать восемь ноль как видите короче тут идет ситуация следующим образом мы когда работаем оно сам адаптив когда мы делаем начинаем через какое-то время ускоряться потому что плюс-минус уже у нас рука набивается на всю вот эту движуху и помимо этого что помимо этого помимо этого ну и есть однотипные плюс-минус блоки которые достаточно быстро делаются вот мы с вами задактировали этот блок вообще там буквально за несколько минут все этот блок отлично у нас уменьшается до 320 и этот шрифт тоже уменьшился благодаря тому что мы это написали в тайтле раньше вот круто круто осталось самый сложный самый сложный самый сложный блок в нашем сайте это футер конечно как мы его будем сейчас адаптировать я не знаю то есть уменьшаем все в общем то нормально и в какой-то момент качеля качельная да что же делать давайте определимся то есть выбираем для себя какое-то значение допустим там вот давайте 600 с чем-то давайте 570 интересно дотянет до 570 ну давай не ну это уже будет слишком короче поэтому придется прописать что-то другое давайте напишем здесь 620 620 откроем закроем 620 это вот так да нормально что мы можем сделать у нас здесь элементы не ухода inner написано все дела вот так вот так вот так вот так смотрите нам нужно их перекинуть друг по другу и я написал высоту высота здесь будет не очень удобно нам бы зайти в фигму и посмотреть просто падинки и немножечко переделать такс сейчас эта красотка загрузится а что мы можем сделать а что то есть и смотрите здесь можно выбрать код и посмотреть что расстояние вот здесь 20 а вниз 17 ну тут точно так же то есть 20 17 вот поэтому я что сделаю я возьму нэм где у нас написан футер иннер вот так вот я его найду футер так сам футер удалю футер иннер я уберу высоту уберу а лайт айтем центр а просто напишу здесь 20 paix а здесь 17 то есть я центрировал раньше потому что У меня была высота, я писал Light Items Center, и оно центрировалось, а сейчас я просто паддингами его отцентрировал таким образом. Ну, то есть не то, чтобы отцентрировал, элементы там находятся на том месте, где они находились, просто блок расширился с помощью паддинга. Мы видим, что вообще ничего не поменялось, но глобально для нашего адаптива поменялось. Едем, значит, вниз, едем вниз, и вот тут мы можем написать следующее. То есть я напишу точка footer inner display block, то есть получим вот такую штуку. Теперь напишу text line center, чтобы они как-то стали у нас здесь по центру. Ну и можно добавить, например, кому-то точка footer, как там, link, по-моему, да, margin bottom каких-то там, 10 по x. Вот, то есть вот такая движуха, я надеюсь, 320. Ну, 320 ему немножко не хватает, но... Короче, чтобы оно вмещалось на 320, то я еще напишу вот здесь точка, нет, где footer inner, у нас там написано padding, написано у нас вот так 20-40-17, что означает, что 40 слева и справа. Я это число просто уменьшу до 10, и теперь у меня все будет вот тут влазить. О, видите, все влазит, без проблем, без всякого, как говорится. Так, смотрите, то есть получается вот у нас вот такой вот сетец. Вот. Какая-то качеля выскочила. Ты где-то ошибочку сделал. Так. Давайте мы вот здесь напишем 571 вот здесь. Вот здесь напишем 571, чтобы у нас все было четко. Так. Сетец. Хоба. То есть, смотрите. Менюшка есть, есть. Тут всякое есть, есть. Все влазит, все помещается, никакого нижнего скролла нет. Окей. Все, друзья, как и было обещано, я вам сделал адаптив для всей вот этой движухи. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. В общем-то, я рад, что у нас так все с вами получилось, и я смог вам передать какую-то часть своих знаний, и это всегда очень, очень классно. В общем, оставлять, подписывайтесь на канал, потому что будет еще очень много всего интересного, это точно вам пригодится и поможет в дальнейшем. Все, всем пока, до скорой встречи.